Как будут кормить малышей? Этот вопрос стал популярным за последние две недели. Проблемой озаботились и родители. Накануне они побывали в нескольких детских садах Южного округа, воспитанников которого с Нового года кормит комбинат подросток. Сегодня вместе с заведующими детскими садами они озвучили результаты проверки. Чтобы у журналистов больше не возникало вопросов, какая система питания все-таки лучше, старая или новая, под крышу детского сада «Сказка» специалисты городского управления образования собрали родителей, заведующих и представителей совета старейшин. Сначала Нина Гордеева напомнила, почему кормить детей с помощью комбината питания подросток стало так важно. Четыре раза в год каждый квартал мы проводили в связи с сезонным изменением цен торги на поставку продуктов питания. Зачастую последние два-три года, это особенно часто, торги срывались. И нам приходилось с заведующим договариваться с поставщиками напрямую, заключать договора. За новую систему вступились и заведующие детских садов. В этот раз звучали только положительные отзывы. У нас изменился поставщик молочной продукции, изменились вкусовые качества самой молочной продукции. И я думаю, что многие заведующие меня поддерживают, что дети стали до конца выпивать. До этого у нас не было в меню домашней лапши, теперь у нас появилась домашняя лапша. Тевтели появились у нас. А что мешало раньше не готовить любимые блюда на этот вопрос, решила ответить заведующий 189 детским садом, где дети питаются по-старому. Мешало тот ограниченный набор технологических карт, который нам был разрешен для использования. Это карты 2010 года, которые были утверждены Роспотребнадзором нашего города. Прекрасные карты, 10-дневное меню разработаны, но, к сожалению, несколько любимых блюд туда не попали. Может ли, допустим, детский сад, муниципалитет заказать новые карты? Возможно, но для этого нужно делать сестру, для этого нужно, опять же, делать заказ и это оплачивать. К сожалению, пока, вот, скажем, с нашей стороны, с стороны руководителей, такого не поступало. Продукты привозят в комбинат школьного питания подросток, а всю ответственность за качество еды несут заведующие. Как такое может быть и кому это выгодно, а также каким образом на самом деле проводился конкурс, подробнее на тему детского питания, поговорим в субботу в программе «Резонанс». Резонанс.